Без очередей талонов и записей. Вместо вызова в городскую поликлинику врачи приезжают к ветеранам на дом. Валентину Блинкову осматривает целая бригада медиков. Первым делом проверяют давление. Интересуются общим состоянием. На тонометры цифры за 140. Всему виной волнение. Всё же дом сегодня полон гостей. Им Валентина Лазаревна помимо деталей самочувствия рассказывает историю своего боевого пути. Мы очень много страдали, тем более мои родители. Я выросла в Полтавской области, под Киевом, недалеко. И у нас началась война сразу, потому что мы 200 километров от этого. А потом ещё мы очень её запомнили, эту войну. У меня сестра в июле 41-го года родилась. Можешь представить саму войну. Много испытаний выпало на долю родителей Валентины Лазаревны. Когда советские войска взяли Рейхстаг и установили на здание Знамя Победы, маленькой Валюше было всего два года. Тяжёлое послевоенное время сейчас уже лишь глава в жизни. Не за горами знаковая дата – День Великой Победы. Хочется встретить праздник без сюрпризов от здоровья. А потому Валентина Блинкова дополнительно сдаёт кровь на общий анализ, проходит ЭКГ-диагностику. Они меня всё обследовали, потому что я каждый год стараюсь пройти диспансеризацию. И поэтому очень благодарна, что сегодня, потому что я сейчас уже возраст, тяжело ходить. Я инвалид второй группы в поликлинике. И очень рада, что у меня сегодня будут обследования, и я буду знать свои результаты. Диспансеризация на дому – самый комфортный формат обследования для маломобильных пациентов. Результаты всех анализов пенсионеры могут узнать по телефону буквально на следующий день после приезда бригады. Уже по результатам обследования будет производиться второй этап диспансеризации. Это, если нужно, будут какие-то специалисты узкие приедут на дом или уже будут приглашать в поликлинику. В таком случае до поликлиники пациенты доезжают на машине медучреждения. В сопровождении специалистов к здравнице номер 4 прикреплено около 12 тысяч льготников, включая блокадников Ленинграда, вдов солдат, воинов-интернационалистов и родственников мобилизованных. Они проходят диспансеризацию в первую очередь. Что касается участников войны, то они, безусловно, все осмотрены. И вы совершенно правильно сказали, они все уже маломобильные. Мы их всех осмотрели на дому. Сейчас мы большое внимание уделяем дружникам тыла, детям войны, которые тоже нуждаются в нашей заботе. И которые тоже много из них, большой процент достаточно, являются маломобильными. Для этой категории лучший подарок ко дню Великой Победы – крепкое здоровье. Бригада медиков в день осматривает по 6-9 ветеранов. Такими темпами к концу года специалисты поликлиники смогут полностью завершить диспансеризацию пациентов.